Любопытная деталь. Осенью не только проходит призыв вооруженные силы, но и очередных новобранцев принимает в свои ряды центр подготовки футбольного клуба «Томи». Правда, если в армию могут забрать и без особого желания со стороны призывника, то вот для того, чтобы попасть в футбольную школу нашего клуба, порой одного желания недостаточно. 7 сентября на стадионе «Темп» собралась довольно внушительная компания, которую тренеры Центра подготовки футбольного клуба «Томи» разделили на две части. Мамы, папы, бабушки, дедушки, младшие и старшие сестренки и братишки остались на трибунах. А вот будущим футбольным звездам пришлось выйти на зеленое поле для того, чтобы показать себя во всей красе. То есть, естественно, мы, тренера, смотрим сначала внешние данные. Как бежит, как прыгает, как... Есть ребят, которые уже, может быть, действительно родители научили когда-то. Вот отбор будет продолжаться еще в течение нескольких лет. Мы будем просматривать ребят. Некоторые ребята никогда не играли в мяч, но обладая хорошей природной координацией, природной скоростью, они уже в ближайшее время догонят тех, кто что-то умеет с мячом. В этом наборе принимали участие мальчишки разных возрастов от 2007 года рождения до 2003. Естественно, что к более старшим ребятам предъявляли и более серьезные требования. При этом 10-летние мальчишки еще не являются представителями критического возраста. В этом самом возрасте еще не поздно начать свою детскую футбольную карьеру. Ну, не поздно, думаю, что лет до 12-13. В принципе, природно бывает и мальчишки в более старшем возрасте попадают, и также и пропадают, к сожалению, что вырастают и все меняется. Примеров таких очень много. Вот у меня 2003 год. В прошлом году пришел мальчишка, который все умеет. Ну и никогда нигде не занимался, он в школе был. Ну, сейчас сразу в основной состав попадает. Много, много ошибок, но видно, что из этого мальчишки может что-то получиться. И главное их не желание. Пока юные футболисты выполняли первые установки своих наставников, участвовали в эстафетах, возились с мячом и даже проводили первый в своей жизни тренировочный двусторонний матч, на трибунах с особым волнением за ними следили их самые преданные болельщики. Ведь часто именно родные помогают малышу сделать свой выбор в пользу футбола. И хорошо, когда это желание не только кого-то из родителей, а совместно принятое решение. Естественно, совместно. Ну, потому что он у нас любит футбол. Ну, как и все мальчишки на своем уровне пинают мячик. А я в свое время поиграл и сам безумно футбол люблю. Поэтому считаю, что у него есть особенности, способности. Он сможет. Я думаю, что там должны быть просто какие-то способности природные. Ну, он должен быть, наверное, гибким, быстрым, резким. Вот это самое главное. Тренер уже слепит из этого всего то, что надо. Кем он-то, если будет футболом увлекаться, будет защитником либо нападающим. То есть, это как воля и желание тренера сделать, что мы предоставляем природный материал. Я думаю, у нас хороший мальчишка будет. Волнение родителей за своих сыновей и внуков, конечно же, понятно. И это здорово, когда мама или папа поддерживают сыновей. Но порой родители взваливают на себя функции тренера, не только подсказывая, но и пытаясь крепким словом вдохновить юного футболиста. Родители хотят сразу, чтобы сразу был и мастер спорта, и сборную России. И начинают указывать, подсказывать, особенно на соревнованиях. Это очень сильно мешает. Что могу посоветовать родителям? Только хвалите, только наставляйте, помогайте. Но ни в коем случае не ругайте. Если он заразится этим футболом, то тогда у него обязательно что-то получится. Подобного рода мероприятия наша школа проводит вот уже более 10 лет. И многие, кто прошел вот этот первичный отбор, уже играют даже на профессиональном уровне. Правда, к сожалению, пока не в основном составе нашей родной команды. Но хочется верить, что сегодняшним карапузам это обязательно удастся. Добавим также, что это был не последний отбор юных дарований в Центр подготовки футбольного клуба «Томи». Очередной призыв состоится не 14 сентября, как планировалось ранее, а 15-го. На стадионе «Темп» и начнется в 12 часов. Следите за объявлениями на официальном сайте нашего клуба или звоните в Центр подготовки «Томи» по телефону 903-052.